мир божий братья сестры брат владимир канал любящий истину вы мне задаете вопросы о лжеучителях и называете конкретные имена фамилии есть братья сестры на этом канале 28 признаков лжеучителей а также весь плейлист где есть еще другие проповеди по которой вы можете узнать какие учителя являются истинными какие ложными но несмотря на это я буду по возможности немножко отвечать на ваши вопросы и время от времени указывать конкретного проповедника является ли он действительно настоящим учителем от бога или лжеучителем и сегодня поговорим о таком человеке таком христианине как иван пендлышак меня конкретно спрашивали потому что я смотрю у него на ютубе есть множество просмотров десятки тысяч просмотров ни одна проповедь вот иван пендлышак это церковь спасителя христа город тернополь чтобы дать какой-то анализ того что он горит является ли но истины я постарался просмотреть несколько проповедей его чтобы иметь хотя бы общие представления братья и сестры и кроме того я благодарен богу что бог посредством духа святого посредством дара развлечения духов дает иногда свое слово и это помогает мне лучше дать более глубокую более правильную оценку тому или иному учителю лично я не имею какого-то негативного скажем так или позитивного отношения к этому человеку потому что я его не знаю я никогда не слышал его проповеди братья и сестры вот и поэтому нет у меня какого-то багажа знаете чтобы оно могло наложить на мое мнение на на то что я буду говорить сегодня и только то что я пересмотрел то что открывает дух святой вот то я вам и поделюсь значит в начале когда я начал смотреть одно из его проповедей дух святой прогорел что он проповедует не в моем духе но вы знаете господь научил меня и можете на этом канале посмотреть проповедь как слышать голос бога что то что господь открывает и так и написано что все все проверяйте хорошо оставляйте когда идет например пророчество тоже рассуждайте и очень важно то что открывает дух святой еще дополнительно просеять его через слово божие через слово божие и я решил посмотреть еще другие проповеди и вы знаете что немножко было сложно есть некоторые такие проповедники что достаточно несложно дать характеристику и оценить например что это божий учитель или то есть брат который совершает учительство служение учительства от бога или это ложный учитель сразу скажу вам что дух святой открывает такой подход что даже если некоторые моменты но они важные фундаментальные тот или иной учитель и если вы опираетесь на их вы можете даже вплоть до того что не только за эти обольщения даже потерять возможно и спасение или не подняться во время когда будет восхищение церкви когда вы будете слушать и доверяться во всем и исполнять то что он проповедует то что такого учителя можно отнести отнести к лжеучителя то что касается вот ивана подлышака когда слушаешь его то кажется что ну достаточно проповедь идет брата бодрого то есть все вроде бы нормально я говорю еще что есть такие что ты слушаешь и сразу можно понять что это например не от бога учитель то есть господь его не посылал совершать вот это служение но скажем так своими глазами я смотрел ушами слышал вроде бы все нормально но я помнил вот то откровение которое было не посредством вот дара развлечения духов то есть развлечения духа он действует когда-то еще поговорим подробнее по этому поводу на этом канале думаю как работает вот развлечения духов но он дает или слово слово открывает или ощущения такие дают что даже порой даже как запах можешь ощущать но это больше когда при личном контакте с человеком там и какие-то другие например проявления есть что ты понимаешь что это например человек который уже не в духе святом работает или например даже дух нечистый имеет к нему доступ понимаете и вот с одной стороны вроде нормально проповед даже за например за приличную одежду но есть откровение духа святого и я решил конечно же еще просмотреть некоторые проповеди и убедиться чтобы дать обширный анализ братья и сестры с такой ответственностью подойти к этому вопросу потому что это человек и очень важно чтобы конечно и не осудить его если он действительно ну совершает ту работу которая дана ему от бога и то же самое чтобы не соблазнились о нем например другие люди если я что-то скажу о хорошем человеке нечто плохое понимаете ну вот когда я смотрел еще проповеди братья и сестры то я начал замечать что то что было открыто мне в начале буквально за несколько минут после того как я прослушал его первую проповедь оно начинало подтверждаться и вот я начал замечать что например вот у них у церкви с одной стороны говорит о приличной одежде с другой стороны вижу что сестры покрыты вуалевых косынках вот и даже есть такое ну я немножко уже понимая когда вот женщина например или сестра постоянно носит покрывало или она там может на служение то есть вот эти моменты прослеживается и даже видел как вот пожилая уже сестра рассказывала стихотворение в церкви вообще было не покрыто вот здесь только покрывало на на плечах вот а голова была открытая то есть уже что-то что-то не так понимаете но что одно из самых главных моментов братья сестры что я заметил что действительно я не рекомендовал бы вам слушать этого брата который совершает вот это учительство по той причине что поймите самое главное что должен донести учитель и на чем опираться это чистота учения и чистота жизни и вот чистота учения может формироваться только на том что человек братья сестры чуть ли понимает что в основе основ стоит для христианина новый завет он имеет превосходство над старым но когда я смотрел его проповеди я слышал что он говорит например проповедь о десяти заповедях и он не различает старый и новый завет братья сестры то есть нет у него смешано понимаете и при этом он говорит о соблюдении субботы прямо скажу даже говорит прямо ложь и он говорит что император константин император римской империи в 325 году в 325 году сменил празднование субботы что делали христиане до этого времени на воскресенье ну прямо скажу что это ложь ложь не праздновали в основной массе христиане братья сестры субботу до 325 года но сначала еще зачитаем места списания и так никто да не осуждает вас за пищу или питье или какой-нибудь праздник или новомесячий или субботу это есть тень будущего а тело во кресте видите это тень будущего это как призрак тень а мы во кресте далее немощного вере принимай без споров о мнениях ибо иной уверен что можно есть все а немощный есть овощи кто ест не уничижает того кто не ест и кто не ест не осуждает того кто ест потому что Бог принял его кто ты осуждающий чужого раба пред своим Господом стоит он или падает и будет восстановлен ибо силен Бог восставит его иной отличает день от дня а другой судит о всяком дне равна всякий поступай по дострению своего ума кто различает иlen для Господа различает кто не различает ид Jee Gursen не различает ибо благодарит Бога и кто не ест для Господа и échит у дарить богу то есть апостол Павел дает такую достаточно свободную позицию, что касается соблюдения дня. Но, вы знаете, это противоречит той позиции, и я смотрю противоречит позиции Ивана Пендлышака и подобных учителей, которые говорят, что соблюдение субботы — это одна из главных заповедей, и обязательно нужно соблюдать. Понимаете? То есть, ну давайте, если на этот уровень поставить, например, вместо субботы, скажем, заповедь «Не убивай». Иной убивает, иной не убивает. Каждый поступай в удостоверение своему ума. Понимаете? Поэтому апостола Павла считали, что он является как бы противником закона, и даже хотели его убить за это, братья и сёстры. Почему? Потому что Новый Завет уже не ставит, братья и сёстры, нам буквально исполнение субботы. Конечно, в духовном смысле суббота для человека, для чего? Чтобы он мог успокоиться от дел своих и трудился уже для Господа хотя бы один день. И Господь Иисус говорил, братья и сёстры, что если даже священник нарушает субботу, потому что он совершает священное действие, но при этом не виновен. Понимаете? И, конечно, если вы каждый день, вы каждый день по несколько часов в день молитесь. Вот у меня однажды был разговор с одним человеком, с двести часов седьмого дня. И он там начал говорить, там, в субботу что надо. А я спросил его, а сколько ваши члены церкви, например, молятся в субботу? Хотя бы час молятся они в субботу? Ну, он покачал так, не уверенно, что. Навряд ли. Понимаете? А наши члены церкви, например, в любой день, в том числе и в субботу, молятся, например, в среднем три часа в день. Понимаете? Так кто тогда больше угождает Богу? Конечно, в духовном смысле, братья и сёстры. Оно имеет значение, потому что Бог этим показывает, что успокойтесь и уделите Богу время. Понимаете? Но если ваша праведность превосходит праведность книжников и фарисеев, если вы в любой из дней больше трудитесь для Господа, нежели, например, человек, который соблюдает субботу, который в субботу, например, он просто, ну, может, он не работает, да, но для Бога трудится он не так и много, то, конечно, братья и сёстры, вы свободны. Вы свободны. Оно даёт нам намёк. Но непосредственно буквальное исполнение субботы, братья и сёстры, Новый Завет нас учит, что эта тень, понимаете, то есть не обременяет нас этим. И вот история церкви говорит о том, братья и сёстры, что вот именно апостол Павел, он своего рода был апостолом, таким примирителем. Он сам был из фарисеев, он сам был такой ревенитель по закону. Он, как никто, понимал, что уже для новозаветных христиан их не надо обременять законом. И именно закон включает и соблюдение субботы, например, и неупотребление, например, там, свиного мяса и подобное. Поэтому он говорит отчётливо, и поэтому против него были гонения, особенно со стороны иудеев. И было так, что уверовавшие евреи, они ещё соблюдали, и как бы главное служение у них было. Потому что история говорит о том, что, особенно первые и третьи века, значит, было три служения, как правило, но главное служение было, например, в субботу или воскресенье, где совершалось хлебопреломление. И вот уверовавшие иудеи, евреи, которые становились крестьянами, они основное служение делали в субботу, а вот уверовавшие и язычники в воскресенье, понимаете? И вот было тоже непонимание в этом плане, понимаете? И он говорил, что можно примириться, можно как-то жить с этим, братья и сёстры. Но понимаете, он намекает апостол Павл, что, например, то, что не всё разрешается есть, иное ест всё, да? А вот немощные овощи, то есть это намёк на то, что обременяет в пище. И мы знаем те, что, например, говорят, не есть свинину, то есть надо соблюдать и субботу. Понимаете? Апостол Павел намекает на то, что это немощный человек. Его можно принять. Он ещё не понимает этого, что этого не надо уже соблюдать, но его можно ещё принять. Но, братья и сёстры, поймите, не каждый делает с учителями, но немощный в вере он не может проповедовать, братья и сёстры, он не может учить. Кроме того, понимаете, к нам пришла была женщина одна, она ещё соблюдала субботу с другой церкви, и даже Дух Святой открывал нам, что когда делал это хлебопреломление, то стол любви, например, угощение, то без свиного мяса, чтобы по любви было. И так было некоторое время, братья и сёстры. Это можем мы сделать, можем сделать. А так остальные члены церкви, конечно, они употребляют там свиное мясо, всё, что не запрещает Слово Божие. Понимаете? Но поймите, люди, которые учат о субботе, это уже идёт сразу грех осуждения, потому что в тех церквях, где учат о субботе, вы не сможете, понимаете? То есть мы можем принять человека, вот мы не соблюдаем субботу, например, ну так строго, как по закону, но мы при этом можем принять человека, который соблюдает ещё субботу, как немощно. А вот, например, если вы захотите не соблюдать субботу и стать членом церкви, адвентистом седьмого дня, например, как является Иван Пендлышак, как бы сторонником субботы, я не говорю, что он является непосредственно вот эта церковь адвентистом седьмого дня, но как бы учение оттуда взят, понимаете? То вы не сможете быть там членом церкви. То есть они не примут вас в члены церкви. Понимаете? То есть уже нарушается слово, которое говорил апостол Павел. Во-вторых, конечно же, вот эти слова апостола Павла, они раздражают их. Даже есть такое течение, которое говорят вообще сторонники субботы, что апостол Павел вообще как бы как отступник, его не надо слушать. Почему? Потому что сторонники субботы очень ответственно, строго относились к тому, чтобы было соблюдение суббот. Он говорит, подступай к бодострению своему ума. Но так учит нас новый завет, братья и сёстры. Новый завет. И вы знаете, как Господь открывал, что вот как меня гнали за субботу, хотя он пришёл ещё исполнить закон, братья и сёстры. И конец закона Христос. Так и будут последователи моих и нас гнать за субботу. И это делают вот эти учителя, как, например, Иван Пендлышак и подобные, братья и сёстры. Это не что иное, конечно, как осуждение, потому что они считают, что мы нарушаем заповедь, одну из десяти заповедей, и мы этим согрешаем. Но, конечно же, никакого греха нет, потому что новый завет, он, братья и сёстры, ставится выше. Господь сказал, что древним было сказано так, а я вам говорю, вот уже новый завет. И новый завет уже учит нас. То есть мы не живём по десяти заповедям, братья и сёстры. Это неправильно вообще. Это был ветхий завет. Мы живём по новому завету, как написано, что закон упразднив, закон заповедей и учений. По заповеде и учений, значит, по учению нового завета. Можете посмотреть на этом канале тоже есть проповеди о закон Моисеев и закон Божий, значит, десять заповедей, и нужно ли соблюдать субботу. Поэтому, конечно же, брат, который учит, что нужно обязательно соблюдать субботу, конечно же, это можно чуть ли отнести к лжеучителям. Потому что он не различает, что есть новый завет, который имеет превосходство над ветхим. Даже более того, он заходит. Он говорил проповедь о стыде, например, и он зачитал несколько мест в Писании, но главное, на чём он формировал свою проповедь и главное, чего он читал, это была книга Сираха. Поймите, это ещё как бы ниже. То есть, когда людей заставляют держать субботу, это ставит ветхий завет выше, чем нежели новый. Но это ещё дальше он пошёл. Понимаете, это уже вообще второканоничная или даже неканоничная книга считается, книга Сираха. То есть, можно, братья и сёстры, что-то взять как дополнительное, если оно не противоречит Новому Завету. А он фактически проповедь о стыде сформировал и на этой книге. И говорит такие вещи, что, например, если вы начнёте там есть первыми за столом, это стыдно, или там в самом последнее закончите стыд. Понимаете, это нечто тоже самое, что когда учение человеческое налагается уже и противоречит закону Божьему. И человек уже смотрит за тем, чтобы начать первому есть или не последнему закончить потребление пищи, потому что это стыдно. Не, братья и сёстры, конечно, это не стыдно. Если ты прилично ведёшь себя за столом, и от того, что ты закончил, другие поели, ты ещё немножко доедаешь, ничего страшного в этом нет, конечно же. Конечно же, это не грех. Это то же самое, что когда заставляли мыть, например, обязательно там руки, потому что это грех. Другое дело, для гигиены мы это делаем. Но если даже мы там не помыли руки, поели, но мы не согрешили в этом. Понимаете? В этом ввиняли Иисуса Христа и его учеников. Налагали вот свои человеческие учения. Понимаете? То есть брат, который совершает служение учителя, он должен понимать вот эти фундаментальные моменты. Понимаете? Фундаментальные моменты, что Новый Завет — это превосходство. Вот когда спрашивают, например, новообращенные, что нам, с чего начинать, например, читать Библию, то евангельские христиане говорят с Нового Завета. И это правильно. Например, сторонники субботы говорят с Веткого Завета. Конечно же, это неправильно, братья и сестры. Ты можешь, пока дочитаешь до Нового Завета, может уже и Христос, и Восхищение быть, а ты ещё азов не знаешь Нового Завета. Ну, конечно, ты там найдёшь уже за субботу. Понимаете? Кроме этого, я вам зачитаю некоторые исторические данные такие, которые говорят о том, что, конечно же, ещё раз говорю вам, что преобладающие большинство христиан, они, конечно же, соблюдали воскресенье или относились равно к дням, братья и сестры, но они не выделяли вот субботу. После разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры, те многие христианы, которые бежали из Иерусалима, историк Епифан пишет, что их называют секта Назарян, так как они соблюдали иудейские обряды, такие как обрезание, субботу и прочее. Далее я вам зачитаю Истории Церкви под редакцией профессора Паснова, но есть и другие, значит, под другими редакциями Истории Церкви, где вы найдёте подобную информацию. Здесь в такой раздел есть священные дни и времена 1-3 век. Пока связь между христианами и иудеями не была разорвана, в Иерусалиме иудохристиане посещали храм, а вне Иерусалима иудохристиане и языках христиане по субботам ходили в синагогах. Но наряду с этим христиане с самого начала имели своё особое богослужебное собрание, которое после разделения с иудаизмом осталось единственным. Последние собрания уже с апольстовского времени происходили в первый день недели, то есть в воскресенье, в воспоминании о воскресшем Христе. То есть мы видим исторические данные, которые говорят, что не Константин изменил субботы на воскресенье. Кроме того, поймите, значит, до 330-го года христианство в целом было гонимо, не признано. Вот уже при Константине оно признаётся. Но при этом всё равно Римская империя в целом это языческая братья и сёстры. Страна с языческими обрядами, то есть не христианская. Понимаете? Но Константин уже более благословно относится к христианам и он не гонит их. И принимает участие даже в первом этом соборе в 325-м году. И он присутствует, но, конечно же, братья и сёстры не имеет такого влияния, тем более, если даже было принято такое решение вопреки христианам, которые соблюдали, например, субботу, то, я думаю, и в Римской империи были большие противления это, потому что до недавнего времени христиане несли гонения, братья и сёстры, и они готовы были, если бы их заставили держать вместо субботы и воскресенья, конечно же, они готовы были внести новые гонения. Кроме того, было много ещё христиан, которые были вне Римской империи. Поэтому, конечно же, если бы это было насильственно, или этого не было бы среди христиан соблюдения, например, воскресенья, или они по-разному, то есть, достаточно равномерно относились к любому дню, или же даже больше, они проводили основное служение в воскресенье, то этим Константин просто показывает благосклонность, что он принимает тот день фактически и на государственном уровне уже принимает христиан. Понимаете, это просто закрепление, можно сказать, того, что было принято среди христиан. Потому что были христиане, которые соблюдали субботу, но, я говорю, это, как правило, христиане, которые были иудеями. Да и то, я думаю, не все. Вначале да, потому что у них было и обрезание, поймите, и они еще соблюдали пинарцы, и закон Моисеев, но уже приняли и Христа. А уже некоторые другие иудеи, которые уже родились после тех, которые были обрезаны, например, они могли уже не соблюдать субботу, братья и сестры. Но все равно немало еще христиан, иудеев, евреев, они соблюдали основное собрание, было в субботу. Но основная масса христиан была с языческих стран, и они не соблюдали субботу, а больше обращали внимание именно на день воскресный, как бы в знак почитания воскресения Иисуса Христа. Понимаете? И это подтверждает история. А Константин просто закрепил то на государственном уровне, что уже принято было среди христиан. И христиане это приняли очень и очень нормально, братья и сестры, потому что они в основном соблюдали воскресение. Но поймите, это даже не то соблюдение, что было для иудеев, строгое соблюдение, например, суббот. Просто воскресение было более основное служение воскресения. Больше немного внимания уделялось воскресенью, нежели суббот. Понимаете? Поэтому это прямая ложь, что Константин изменил субботы на воскресенье, день, и все христиане до этого времени соблюдали субботу, теперь начали соблюдать воскресенье. Это не так всё просто делается. Тем более те христиане ещё, понимаете, первых три века это наиболее бодрые христиане были, братья и сёстры, которые прошли многие гонения, и их этим не напугаешь. Понимаете? Это прямая ложь, это просто чтобы, знаете, подвести под свои учения и как бы заставить людей держать субботу. Кроме того, что я ещё заметил, братья и сёстры, это некий такой даже шуточный, слишком прямолинейный, даже немножко вульгарный способ его проповеди. Понимаете? И, конечно же, во многом это не точно, например, горит, потому что, например, там проповедь есть, что красивая девушка, ей всё в жизни хорошо, ей везёт, ей, например, она имеет успех, она преуспевание, она более счастлива, а вот та некрасивая, и кругом её не принимает, не уважает и так далее. Конечно же, это сказано прямолинейно, это сказано неправильно, небольшое влияние внешности имеет на жизнь человека, но не на такое, как он горит. Понимаете? То есть, говорю ещё раз, такой стиль немного шуточный, немного такой прямолинейный и даже порой вульгарный. Это тоже не в Духе Святом горится. Поэтому, что хочу вам сказать? Ну что, если вы, например, вот вы видите в вашей общине, ну, например, если у вас евангельская община, например, баптистская, вы захотели присоединиться к этой общине Ивана Пендлышака, потому что увидели, что там лучше относятся и там есть приличная одежда. Ну что, вы пойдёте туда, да, но вам скажут, вам нужно соблюдать субботу. Поэтому отрекомендовать вам сказать, что слушать его и полезно баптистам, например, переходить в их общину, например, не скажу, потому что, скажем так, может и хорошо, что там приличная одежда при вашей общине, приличная одежда. Ну понимаете, но зато вы правильно понимаете вопрос субботы, а в них неправильное понимание. То есть, как бы сменить, понимаете, скажем так, пойти к врачу и у вас болит правая рука, а вы пошли и вам сделали так, что у вас начала болеть левая рука, но правая не болит. То есть, оно для людей, для евангельских, например, христиан, оно не полезно и слушать его, и, например, думать даже там о переходе, что-то в этом роде, братья и сестры. Для новобращенных тоже, ну что, надо, чтобы вы правильно сразу начали на правильном основании строили свои учения. Это самое главное, чтобы вы прежде всего понимали, что для нас закон, братья и сестры, для нас именно то учение, что мы должны базировать свою жизнь на нём, это Новый Завет, а вас сразу будут учить неправильно, испешивать Новый и Ветхий Завет и налаживать на вас субботу. И вы тогда будете, может, осуждать других, которые не соблюдают субботу. Их уже, скажем так, учить, что нужно соблюдать субботу. И для новообращенных это неполезно слушать Ивана Бенглашака, братья и сестры. Поэтому, конечно же, нельзя отнести его, например, к таким уже учителям, которые очень сильную грязь, которые это учат и так далее. Но даже то, что он учит, это тоже уже учение. Поймите. Поэтому его можно отнести к лжеучителям и не советую вам слушать его, братья и сестры. Потому что ваше время дорого и вы будете надо пить чистую воду, чистые учения и укрепляться на этом. Есть братья, которые и учат евангельское учение, что нам не нужно обременять себя субботу. И одновременно учат о том, что нужно и носить приличную одежду. Есть такие. Да, очень мало сейчас братья и сестры, но есть. И вот таких надо слушать братьев, которые имеют вот это учительское служение. Поэтому то, что я посмотрел, то, что я переселил через Слово Божие, оно подтвердило то, что мне открыл Дух Святой о том, что он не в Духе моём проповедует. Поэтому получается вместо как бы плюс один вы получаете и тратите своё время, можете слушать его и быть в минус один. А надо слушать и пить просто чистую воду. Поэтому ещё раз говорю, вполне можно отнести Ивана Пенглашека к лжеучителям и не советую вам его слушать. Даже если что-то есть там полезное, то, братья и сёстры, много есть вредоносного, греховного, скажем так, неправильного, фундаментально неправильного. Ещё раз говорю, нам нужно пить чистую воду, чистую, братья и сёстры, а не ту воду, которая, значит, вот мы в жизни мутную воду не употребляем, так, не говорю, уже грязную воду. А вот в духовном смысле, ну или там, ну там есть там что-то хорошее, ну может там не всё, но мы всё равно слушаем, не, братья и сёстры. Слушайте именно чистую воду. Если там даже есть чуть-чуть какие-то примеси, но они несущественные, то в целом это чистая вода. Да, то есть мы говорим, что может учитель, там брат, который совершит проповедь, какие-то там немножко технические ошибки делать, что-то, но в целом он фундаментально, он правильно проповедует. И чистота учения, чистота жизни и проповедует о том, как надо чисто жить, и учит правильно, и в основе основы имеет новый завет, кладёт, и духовную работу, например. Поэтому ещё раз, ещё раз не советую вам слушать Ивана Пендлышака. Да благословит вас Господь, и тит Сын Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok